Больная печень может являться причиной развития самых различных заболеваний. Гипертония, больные суставы, головные боли, депрессия, гормональные нарушения, сахарный диабет и даже онкология. Печень не болит, поэтому и важно раз в год проводить ее диагностику. С Ольгой Гавриловой отправляемся в Республиканскую клиническую больницу. Мы находимся в клинико-диагностической лаборатории РКБ. Все обследования проводят здесь. Если вы хотите узнать, все ли в порядке с вашей печенью, то вам тоже сначала нужно прийти сюда. Пациент должен быть натощак, должно быть 12-часовое голодание, избежать нагрузки физической, эмоциональной в течение 30 минут до забора крови и, соответственно, час до забора крови не курить. И тогда вам сделают печеночные пробы. Лабораторное исследование крови на определенные биохимические показатели. По их содержанию оценят работу органа. Какие параметры мы проверяем при диагностике патологии печени? Это развернутый анализ крови, это общий белок, это альбумины, это показатели ферментов, определение общего билирубина. При повышении показателей ферментов, повышение билирубина, мы делаем такой показатель, как определение гепатитов B. Это HBS-антиген и гепатит C-анти-HCV. Кроме того, мы единственная лаборатория, которая определяет и тестирует, подтверждает эти два вида гепатитов. Кроме этого, мы делаем еще гепатит D-дельта. Если вы сдали развернутый анализ крови и билирубин повышен, это говорит о том, что печень не работает нормально. А причину нарушения работы печени помогут выяснить дополнительные исследования. Например, ультразвуковая диагностика, которая покажет нам, к примеру, есть ли у печени ожирение. На экране изменяется ее структура, увеличивается зернистость печени, повышается эхогенность печени, размеры. Контуры печени становятся неровными, могут быть мелкобугристыми, среднебугристыми или крупнобугристыми. Это уже когда более высокие стадии заболевания. Ожирение печени происходит бессимптомно, безболезненно, так как у печени нет нервных окончаний. И печень, скажем так, будет отмечать болезненность только при очень-очень больших своих размерах. То есть, когда увеличивается капсула, соответственно, и дает болевой синдром или синдром тяжести в прампотреберье у пациента. Ну а такой дополнительный вид исследования, как фиброскан, покажет степень поражения органа. Для того, чтобы мы могли оценивать стадию фиброза печени, нам необходимо провести эластометрию печени. С помощью датчиков мы сможем направить датчик в область печени пациента и измерить жесткость печени. Жесткость печени нам позволяет оценить стадию фиброза. Она нам необходима для того, чтобы мы могли выработать тактику лечения и ведения данного пациента. Анализ крови, ультразвуковое обследование и эластография – все эти обследования делают у нас в РКБ. Только своевременная диагностика поможет точно установить причину любого недомогания и успешно устранить болезнь, если она есть. Субтитры создавал DimaTorzok